Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами разберем подход к огневому рубежу и стрельбу лёжа. Зовут меня Сергей Коновалов, а помогает мне победительство этапа Кубка Мира, неоднократная чемпионка России Яна Романова. Итак, начнем! В силу того, что существуют разные подходы на огневой рубеж, спортсмен уже в тренировке определяет скорость подхода и оптимальную ЧСС. Также он определяет место для производства стрельбы. Это, как правило, та огневая позиция, где была пристрелка, а также оценивает ситуацию на стрельбище, погодные условия. В большей степени это касается ветра и солнца. За 8-10 метров спортсмен снимает палки, открывает затвор и заглушку. Все манипуляции по сниманию винтовки выполняются строго в стрелковом коридоре. Стоя на коленях, спортсмен снимает винтовку и вставляет обойму в приемное окно. Определяет место для постановки левого локтя. Это правая половина стрелкового ковра. Левый локоть должен состоять от вертикальной оси канала ствола на 2-4 см. Затем пристегивает антапочный ремень. Этот треугольник придает жесткость системе стрелок оружия. Правой рукой вставляет приклад в плечо, а конкретно во впадину между плечевым суставом и ключицей. Обхватывает рукоять винтовки, одновременно закрывая затвор. И опускает правый локоть, который отстоит от вертикальной оси канала ствола на 20-22 см. Голова укладывается под собственным весом. Не следует задавливать головой щеку винтовки. От этого может появиться завал. И не тянуть шею вперед к диоптуру. Перед выстрелом очень важно опустить вес винтовки на упоры, то есть максимально расслабить мышцы. Любое лишнее мышечное напряжение чревато ошибкой при производстве выстрела. Работает только указательный палец, который усиливает давление на спусковом крючке. Что это значит? Визуально не должно быть видно движение пальца. При укладке на спусковой крючок палец сразу убирает холостой ход. Классическая схема подводки винтовки снизу вверх и стрельба на полу-выбеке. Теперь что контролировать во время стрельбы? Первое – это четкое видение мушки. Второе – совмещение просветов диоптер, мушка, мишень. И третье, также немаловажный момент – это контроль за работой пальца. Быстрый выход на центр, остановка, выстрел. После выстрела очень важно сделать отметку, то есть увидеть через отверстие тарели, куда смещается винтовка, для того, чтобы своевременно сделать корректировку. Еще один момент – это ритм стрельбы. Наш глаз четко видит до 2,5 секунды. Дальше от напряжения он начинает замыливаться. Это уже физиологическая особенность. Поэтому нельзя зацеливаться, а также ускорять стрельбу. После производства последнего выстрела левую руку больше согнуть к локте, за счет этого отстегивается антапочный гмень. Одеваем винтовку. Варианты здесь существуют также различные. И делаем быстрый уход с огневого рубежа. В завершении своего рассказа я хочу сказать, что верными союзниками в стрельбе является этот трезвый ум и холодная голова. Желаю удачи! Редактор субтитров А.Семкин